Привет-привет, друзья! В этом ролике будет много боли, страданий и испытаний силы тела и силы духа, которые предлагаю разделить со мной. Сделаем 7 минут разных планок непрерывно. Вот такой вот будет челлендж. Планки будут динамические, статичные, абсолютно разнообразные. И ответим на два важных вопроса. Но прежде чем продолжим, хочу остановить тех, кто уже потянулся вырубать ролик, потому что услышал про 7 минут планок. Эту тренировку смогут сделать абсолютно все, независимо от уровня вашей сегодняшней подготовки. Чуточку позже, когда буду говорить о регламенте выполнения упражнений, все проговорю, и вы поймете, что вы можете себе позволить попробовать повторить эту тренировочку и зафиксировать сегодняшний результат. Что касается вопросов, на которые мы сегодня ответим, их всего два самых важных, которые я выделил. Первый – это правда ли, что планка может рассматриваться в разрезе эффективных упражнений для похудения. Для того, чтобы ответить на этот вопрос не голословно, я взял нагрудный датчик сердечного ритма, который будет передавать данные о частоте сердечных сокращений в часике, и, соответственно, мы сможем измерить более-менее адекватно уровень энергозатрат за эти 7 минут страданий. На основе полученных данных уже сделаем вывод о том, эффективна ли планка и можно ли ее относить к упражнениям, способствующим похудению. Если вообще-таки существует. Да. И второй вопрос – это как делать планка, чтобы она была эффективной и безопасной. На этот вопрос мы ответим в процессе. Пока я буду вам показывать разные планочки, вы их будете делать вместе со мной. Пока скажу только один момент еще. Во-первых, скоро на канале выйдет полное видео про тренировку кора. И там же, естественно, мы поговорим про планку. Потому что планка – это упражнение не для пресса. Очень часто ошибочно рассматривают планку как упражнение для пресса и рассматривают ее эффективность именно с этой точки зрения. Эффективно ли делать планку для пресса или неэффективно. Планка – это упражнение, которое укрепляет все мышцы кора. Все, все мышцы кора. И пресс только входит в их число. Если рассматривать планку как упражнение конкретно для прямой мышцы живота, то да, есть движения, которые более сильно загрузят конкретно прямую мышцу. Но как тренировка кора, правильная планка – это одно из лучших средств, которые только могут быть. Планок много разных. Можно делать их бесконечно долго, усложняя. И получить реально классный эффект в плане укрепления кора. А крепкий кор – это основа безопасности ваших движений в любом виде спорта, будь то поднятие тяжестей, для того, чтобы приседать со штангой или делать выпады, вам нужен крепкий кор. Без этого ваша спина будет очень сильно страдать. Для того, чтобы бегать, нужен крепкий кор. Ладно, уже далеко мы заехали. Нужно понимать, что мышцы кора – это основа безопасности в выполнении любых упражнений. Крепкие мышцы кора. И также это страховка для вашей спины. Если мышцы кора хорошо развиты, если они находятся в таком правильном тонусе, то они распределяют на себя всю нагрузку, которая ложится на ваш торс. Если же этого нет, то страдает позвоночник, и отсюда возникают боли. Очень часто выполнение целенаправленных упражнений на укрепление мышцы кора избавляет человека от боли в спине, могу сказать, в том числе и на своем примере. Поэтому независимо от того, суперкрутой вы профессионал или только начинающий спортсмен, мышцы коры укреплять обязательно. Теперь, что касается выполнения сегодняшней тренировочки. У нас будет 7 минут разных планок, которые я постараюсь сделать вместе с вами от и до. На каждую планку выделяется 1 минута. И теперь важно. Если получается простоять без потери техники всю минуту или проделать упражнение, то вы делаете всю минуту и вместе со мной приступаете к следующему. Если не получается, то вы останавливаетесь в тот момент, когда теряете контроль движения и просто до конца минуты отдыхаете. К примеру, вы смогли сделать только 10 секунд или только 40 секунд. Значит, вы до конца текущей минуты отдыхаете и потом присоединяетесь. Поэтому очень классно будет именно по этой тренировке измерять свой прогресс. Вы можете повторять ее раз, скажем, в неделю, иногда в свободное время после основных своих тренировочек или вместо них или до, и смотреть, как далеко вы продвинулись. В какой-то момент вы сделаете все 7 кругов вместе со мной. Я не уверен, что сам их сделаю сегодня. И будете понимать, что вы продвинулись в силе и выносливости мышц коры довольно-таки далеко. Сейчас мы начнем выполнять наш челлендж с простого упора лежа. Сначала я показываю, как это будет выглядеть, на что обращать внимание. Затем я остановлюсь и буквально секундочек за 15 до следующего движения вы будете видеть его на экране. А я буду пока стою в одном положении рассказывать про другое, чтобы мы очень плавно обеспечили переходы из одной планки в другую. Итак, мы будем стоять просто в упоре лежа. Для этого мы становимся в такое положение, как мы бы встали при отжиманиях. Ладошки можем поставить шире плеч, на ширине плеч непринципиально. Слегка разворачиваем в стороны, пальчики растопыриваем, не всклеиваем их вместе. И упираемся в пол больше вот этой частью, нежели вот этой. Это важно для того, чтобы запястья не болели. Упираемся в пол, пальцы можно чуть-чуть согнуть, распределить нагрузку на всю ладошку. Встать, вытолкнуть себя высоко вверх, то есть не висеть на лопатках здесь. Вытолкнуть себя вверх. И важно не прогибаться в пояснице, а наоборот опустить в общий. Можно сделать такое движение. Прогнуться в пояснице, потом обратно его собрать. В этом случае сразу мы сократили пресс. И движение стало гораздо эффективнее, безопаснее для поясницы и интереснее. В таком положении мы стоим минуту, после этого выходим уже в планку на предплечьях. Ну что ж, давайте готовиться. Три, две, одна, начали. Включаем часики, включаем уху-ху. Включаем пресс, стоим красиво. Планки это одно из тех движений, которые вы сделаете гораздо меньше, когда занимаетесь самостоятельно. Как только вы тренируетесь с кем-то, даже по видео, с вами есть тренер, который заговаривает вам зубы, заговаривает уши, вы сможете постоять гораздо дольше. А если, допустим, поставить в рядок всех коллег и сказать, что кто простоит в планке дольше, тот уйдет в отпуск на 10 дней раньше и ему все оплатят, то не поверить, насколько сильно возрастают результаты в планке. Поэтому это больше упражнение, которое нагружает иногда нашу нервную систему и заставляет сдаться раньше, чем мы на самом деле могли бы потерпеть. Имейте в виду, что мышцы отключают мозг. Не наоборот. Химия отключает мышцы очень редко, до этого еще нужно дорасти. 4, 3, 2, 1, становимся в обычную планочку. Руки ставим параллельно, упираемся на все предплеща. То же самое в поясничке мы здесь не прогибаемся, не провисаем. Ставим красиво, ровненько. Если понимаете, что начинаете уже проваливаться вниз, спина выгибается, вы висите где-то возле пола, заканчивайте, отдыхайте, присоединяйтесь к следующему кругу. Ставим ровненько, дышим. Напомню, что у нас 7 минут, 7 разнообразных планок. Точнее, если быть точным совсем, 6 разнообразных планок, потому что в конце мы сделаем боковую планочку на каждую из сторон. Нам осталось 10 секундочек. На экране вы уже видите следующее задание. Ставим большой палец к большому, указательный к указательному. И помимо планки мы еще выполняем шаги в сторону поочередно ножками. Не заваливаемся при этом сбоку на бок. Стоим красиво, ровненько. То есть вот так вот делать не нужно. Всегда корпус параллельно полу. Высоко поднимать ногу тоже не нужно. Также обращаю ваше внимание на то, что мы можем здесь делать шаги пореже или почаще. Тем самым регулируя нагрузку. Добавление динамики в упражнение на кор. Делает их максимально полезными и эффективными в плане положительного переноса на другие упражнения. Где вам нужно не только в статике удерживать кор жестко, но и выполнять какие-то движения. Видите на экране следующее задание мне тоже реально тяжело. То же самое из планочки. Разговорчики закончились. Теперь я просто страдаю. Поднимаем таз, отдыхаем если нужно. Я честно сдаюсь. Сегодня я очень слаб. Сводят судороги. Не подготовился. Становимся в пакабу. Планочку. И держимся минуту. Не нужно себя тоже доводить до судорог. Пожалуйста. Если понимаете, что стало тяжело, просто отдохните и присоединитесь к следующему кругу. Осталось нам всего ничего. Простоять в одной боковой планочке. Затем простоять в другой боковой планочке. И сделать еще одно упражнение. Бонусное. Финальное. В боковой планочке не провисаем на плечо. Выталкиваем себя высоко вверх. Ставим красиво. Держимся и терпим. Пять, четыре, три, две, одна. Возвращаемся в другую сторону. Хоп. Хоп. Встали. Стоим. Руку поднимать на самом деле не обязательно. Можете опустить, поставить за голову. Как вам удобно. Никакой принципиальной разницы в конкретном движении. Не будет. Не буду переснимать это видео. Пускай ребята радуются, которые сделают все без отдыхов, без промахов. Как это было у меня. Держимся. Впереди одно финальное задание. Сделаем скалолазер. В планочке. В упоре лежа, точнее, прошу прощения. Поочередно касаемся колена правого левого локтика. Затем меняем ноги. Две. Одна. Становимся. И поехали. И поехали. К правому локтику, к левому поменяли. По диагонали, вперед, 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 поменяли. не принципиально если запутаетесь и сделаете сначала вперед а затем по диагонали терпим дошли так далеко что сдаться на последних 15 секунд очках просто кощунство 5 секундочек отдыхаем теперь отматываем на начало и отвечаю на вопрос из этого ролика можно ли рассматривать планку как упражнение для похудения и так для того чтобы человек избавлялся от лишнего веса необходимо сделать так чтобы суммарно поступающий с пищей с напитками энергии было меньше чем человек расходует то есть если вы допустим каждый день съедаете 2500 калорий в переводе на энергию из белков жиров углеводов но расходуете при этом только 1800 вы находитесь в постоянном профиците вы потребляете больше чем вам реально нужно и вы постепенно набираете вес килограммчик три месяца за год 45 килограмм а за пять лет вот она бомбочка плюс 30 вот так это работает если же вы хотите чтобы вес уходил необходимо сделать так чтобы вы тратили энергии больше чем потребляете для этого есть два очевидных пути 1 это меньше есть не самый простой но которым тоже стоит прибегнуть и 2 это больше расходовать для того чтобы расходовать больше энергии нужно больше двигаться больше двигаться в разнообразных ипостасях так вот если мы рассматриваем планку как упражнение с помощью которым мы поднимаем уровень энергозатрат уровень движений и поэтому худеем то это одно из худших решений которые может вам прийти в голову за 7 минут страданий которые выполнили явно далеко не все моё тело израсходовало 53 калории учитывая что чуточку позже остановил возможно 51 52 даже если я буду 7 минут просто стоять на месте непрерывно там поднимать ручки ножки делать разнообразные движения выпады все что угодно все что мне придет в голову просто на месте делать разные движения я потрачу больше энергии за те же все минут это раз а второе смогу двигаться дольше я смогу выполнять упражнения 20 30 40 минут час а возможно и два часа до за каким-то сериальчиком встану и буду просто ходить на месте поднимать голень соответственно я внесу гораздо больше вклад в похудение чем мучаясь планках но нужно помнить что мы тренируемся только для того чтобы тратить калории но и для того чтобы наше тело было сильным здоровым и функциональным поэтому с этой точки зрения просто добавить разные планки свои тренировочные программы это очень круто укреплять корр работать в разных плоскостях тренировать нейромышечные связи в том числе классно но рассчитывать на то что вы будете делать там 3-4 минуты планок и худеть как это обещает некоторых роликах пожалуйста включите голову и анализируйте то что вам говорят думаете если вы хотите сбрасывать вес вам нужно как можно больше двигаться планка здесь далеко не помощник даже скажу больше если вы просто элементарно будете выбирать продукты которых немножко меньше жира или сыпать на 4-5 ложек сахара суммарно во все напитки в день меньше то вы внесете больше вклад похудения без какого-либо страдания вы можете по ссылочке перейти в проект трансформатор или на мой сайт и выбрать там программы тренировок для снижения веса которые как раз таки нацелены на увеличение максимального количества движений это в первую очередь программы реформа 1 реформа 2 можете просто их приобрести и они у вас будут всегда в доступе с чатом с тренером на один месяц чтобы не тормозили начали что-то делать чате сможете там снять себе на видео задать какие-то вопросы тренеру и убедиться в том что вы все делаете правильно либо пройти ту же программу но в проекте трансформатор и там уже у вас будет большая компания те кто тренируется с вами и постоянно на связи тренеры тренеры для ответа на вопросы по питанию по тренировкам по мотивации на что угодно это будет гораздо более эффективно чем стоять в планке по 7 минут тратить 50 калорий и даже не черепашьими а никакими шагами не продвигаться в сторону снижения веса надеюсь все было понятно интересно челлендж получился пока пока